Всем привет, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на YouTube-канале «Таксистки и войны». Вчера был Международный день такси, и хочу поздравить всех коллег с этим праздником, пожелать достойных заработков и только положительных эмоций от своей работы. Также советую вам залетать в телеграм-чаты «Бизнес в такси» и «Мерин в черном». Эти чаты полезны особенно для тех, кто катает повышенные тарифы, такие как «Бизнес» и «Ультима». Ссылочки будут все в описании под роликом. А сегодня вы увидите нарезочку пассажиров, с которыми мы сталкиваемся в последневной жизни в своей работе. А вот в следующем видео вы увидите мое мнение по поводу тех людей, которые освещают какие-либо события, в которых не принимали участие. Я имею в виду то событие, которое было недавно, когда водители такси собрались у офиса «Яндекс.Такси», чтобы вручить претензию руководству агрегатора. Друзья, приятного вам просмотра! Ставьте лайки и пишите комментарии после просмотра. Но сначала немножечко полезной информации. Друзья, отличная новость! Я открыл свой таксопарк под подключением водителей к «Яндексу» и к «Ситимобилу». Я долго думал, открывать свой таксопарк или нет. Ведь это огромная ответственность перед водителями, и сделать качественный продукт довольно-таки тяжело. Но я решился, и поэтому я консультировался и проходил стажировку в нескольких лучших парках нашей страны. Генри Форд говорил, сэкономленные деньги – это заработанные деньги. В моем парке вы будете экономить не только деньги на комиссии парка, но и также экономить свое время. Значит, зарабатываете вдвойне. Время – это деньги. В таксопарке низкая комиссия, моментальный вывод средств. Поддержка 24 на 7. Мой маленький помощник всегда со мной. Решение ваших проблем я беру на себя. Если нужно, я отключу наличные заказы. Также подключаю курьеров и доставщиков. В таксопарке есть все условия для отличной работы. Многие скажут, я знаю таксопарк, где комиссия ниже. А я скажу, бесплатный сыр только в мышеловке. Все вопросы вы можете задать лично мне. Номер телефона вы видите на экране. Подключайтесь, зарабатывайте и работайте с хорошим настроением. Можно вас попросить не курить? А? Можно попросить не курить вас? А что, маловая такая? Ну, потом люди садятся, запах стекла масляной становится. Просто много кто хочет курить. Звучку хотите? Нет. Продолжение следует... Таксишка что-то завоняла. Нифига, что это с ним? Задымился бы так. Вам помочь сесть? Че, я сам. Не торопитесь спокойненько. Здравствуйте. Здравствуйте, да. Отлично. Да, вот за эту тяните. Да, да, да. За эту тяните. Так, улица Лавочкина? Да, улица Лавочкина. Добро пожаловать. Не забудьте застегнуть линии безопасности. Даже на заднем сиденье. Поездка по Яндекс.Кадам займет 49. По приложению заказывали? Да. Вы сами пользуетесь телефонным приложением? Да. Ух, продвинутый пользователь. Да, 86 лет, чтобы пользоваться. Я понимаю. Не, просто вы называете мое имя, а имя можно увидеть только... Ну, ну, там... Да, я тебе говорю, я делаю его в раз по счету. Вот, как называется-то, раз? Вот это вот... Чаевые? Нет, вот четыре тут. А, звездочки-то? Ну, да. Ну, да, там есть звездочки, можно поставить. Пять звезд, четыре. Ну, четыре лучше не надо. Я думаю, что вы будете хорошо вести машину и заработаете пять звездочек. Ну, видите, мы работаем за денежку. Оценки это так. Ну, вам, наверное, как-то учитывается? Ну, это учитывается там, да. Если плохую оценку ставить, как бы рейтинг падает. Вот, видите. Ну, по сути, это ни на что так-то особо не влияет. Ну, я не верю в это, я не знаю. Я работаю, работаю. Нет. Все эти звездочки, оценки. Алло. Алло, а где вы ожидаете? Я стою на остановке в автобусной зарядье. На набережной. Я стою там, ровно где был Казарик. В Ряутовская набережная, дом 8. Что-что? В Ряутовская набережная, дом 8. Я стою ровно. В Раушская набережная. Раушская, я стою напротив зарядья. Я не знаю, что такое зарядье. стою по точке, где указали. Здесь нет автомобиля. Я не указал, это где локация. Я ничего не указал. Ну, я подъехал по месту, куда вы написали. Вы можете ко мне подъехать? Я не знаю, где вы находитесь. Я говорю, я стою на остановке зарядье. Я не знаю, что такое... На одной стороне Москва-реки. Я не могу на ту сторону уже развернуться. Где же я развернусь сейчас? Я ни остановки не вижу, ничего. А где автобусная? Я даже остановки не вижу. А я-то на другой стороне реки Москвы стою. Ну, а я тут при чем? Так вы сюда заказали дом 8. Я заказала, я по геолокации вас заказала. Ну, значит, у вас так телефон ваш определяет геолокацию. Это же к вашему телефону вопрос. Может, ваш телефон? Нет. Все понятно. Да, все понятно. Девушка, а я не могу вас взять. Это же самый дед. У вас не... У вас стоит не детский тариф. Я понимаю, но у вас стоит не детский тариф. Я не детский тариф. Если бы вы стоял... Если бы стоял тариф детский, меня бы не пришел в этот заказ. Да, тариф детский. Зачем вы спорите? Если вам говорят, что нет, вы спорите. Я не могу вас провести. Тариф, как вы их не верну. Вопрос. Ну что, вы не свидетельцы? Нет, конечно. Ну, с таким ребенком так я возьму. Че вы делаешь-то совсем, что ли? Че делаешь-то? Че делаете-то? Кого? Я еду на скорости, зная, что вы мне должны уступить дорогу. На скорости. Дурак, ступорылая. Извините, пожалуйста. Вот из-за таких случается авария, понимаете? Вот она нарушает. Сейчас мы бы с вами попали в ДТП на ровном низке. Я просто... Ну, уже на опыте знаю, что проще надо остановиться. Продолжение следует...